Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про фонд Husky Help. Husky одна из самых сложных в содержании пород. Эти собаки очень активные и им необходимо ежедневно выплескивать свое море энергии. Если хозяин никак не следит за этим, хаски начинают развлекать себя сами. Иногда это заканчивается разрушениями в доме, иногда пропажей собаки. Хаски считаются самой убегающей породой. Многих людей подкупают необычный внешний вид этих животных, но мало кто задумывается об особенностях их содержания. Поэтому процент среди хаски и отказников невероятно высок. Кого-то из них усыпляют, кто-то из них убегает и гибнет под колесами машин. И лишь некоторым везет, их находят на улицах или спасают прямо с ветеринарных столов и отдают фонд Husky Help. Здесь собакам помогают реабилитироваться и найти нового хозяина. Сейчас у нас находится в команде где-то 6 человек. Таких самых, я бы сказала, основных участников, которые, наверное, ежедневно, вот просто ежедневно работают, помогают. Кто-то ездит, кто-то занимается интернет-ресурсами, да, то есть размещение в соцсетях объявлений. Кто-то на телефоне, то есть отбирает потенциальных хозяев, общается с кандидатами или просто там, да, так скажем, какие-то вопросы там телефонные решают. Кто-то занимается разъездами, вот. Но так или иначе, мы все друг друга дополняем, стараемся, вот. И, так скажем, стараемся, стараемся помогать все целы собакам. Сегодня в фонде содержится больше 90 собак. Наряду с Husky принимают и других представителей северных ездовых пород. У подопечных фонда разный внешний вид, не похожий друг на друга характер и своя история попадания в Husky Help. Объединяет их только одно – все они так или иначе пострадали от рук человека. Я не могу сказать, что все они находятся, все наши собаки, которые у нас нашлись на улице, нет. Половина, наверное, где-то из них – это отказники, от которых отказались хозяева, которых сдали. Ну, он просто выкинул на улицу и отказался забирать у нас, когда мы его нашли. То есть 50 на 50, да. 50% мы процентов не знаем вообще судьбу собаки, мы не знаем ни возраста наших собак некоторых, ни их прошлой клички, ни что у них было со здоровьем, нигде они жили – ничего. Вот. А 50% мы знаем, что они именно отказники, что от них отказались люди, и они просто стали неугодны по каким-либо причинам. Как правило, это причины две. Либо они не справляются с активностью Husky, да. То есть они грызут, воют, убегают. Классика жанра, да. Я не справляюсь. То есть это коронная фраза вообще людей, которые нам периодически звонят – заберите мою собаку, я с ней не справляюсь. Спрашиваешь причины. Вот, в общем-то, причины, как я уже озвучила. И вторая проблема – это просто вот подарили аллергия, мне она и не нужна была. Ну, в общем, в принципе, очередное безответственное отношение, о котором мы и говорим. То есть прежде чем брать Husky в семью, прежде чем подарить щенка Husky, прежде чем купить, неважно, или взять из приюта даже у нас, про породу надо знать и изучить абсолютно все досконально. Активное участие в жизни фонда принимают его подписчики в социальных сетях. Помогает не только финансово, но и делом. У нас на нашей странице очень много неравнодушных подписчиков, которые просто помогают нам. Ну, знаете, так, разовая помощь, которая периодически бывает просто крайне необходима. Я объясню. То есть, например, находится собака на улице, и вот так складываются обстоятельства, что на наших передержках просто нет места. И мы, ну, так скажем, делаем клич, и нам помогают просто неравнодушные подписчики, которые берут эту собаку себе на какое-то время, помогают нам с передержкой. Или у нас не хватает времени там отвезти собаку в клинику, нужна машина срочно. Мы делаем пост на поиск машины, приезжают, помогают нам также подписчики и помогают с перевозкой собаки. Я уже молчу про то, что какая-то финансовая составляющая. То есть, естественно, вся наша работа держится на волонтерстве и только на благотворительности. Нас не содержит государство. У нас нету каких-то спонсоров, меценатов, которые нас полностью спонсируют. Все полностью, вся наша работа и вся помощь собакам, которая производится, она вся только на добровольных началах. Кто-то кинул 50 рублей, кто-то 100, кто-то 1000, кто-то 5000. И все мы, как бы это, может быть, и не звучало, но все мы, по сути, одна команда большая. Потому что не будь у нас такого количества поддерживающих людей, подписчиков, мы бы просто сами не вытянули. Никогда не вытянули. Истра, Руза, Ногинск, Электросталь, Щелково. Сегодня отделение фонда существует в самых разных уголках Подмосковья. Отсюда несколько раз в месяц новоиспеченные хозяева забирают счастливых и дождавшихся их прихода собак. Владельцами питомцев фонда становятся только самые подготовленные к породе и осведомленные о ней люди. Мы выкладываем объявления о пристройстве собаки. «Бесплатно, да, вы, правда, бесплатно отдаете?» Я говорю, да. «Вот я хочу». Я начинаю спрашивать, какие у вас условия, что у вас, что вы знаете про породу, какие у вас животные, есть ли дети. То есть все основные моменты я начинаю задавать, и я понимаю, что человек не знает абсолютно ничего. И он не осведомлен вообще про породу, про ее особенности и так далее. То есть я говорю, что хаски не для охраны. Я говорю, что хаски не для охоты. Я говорю, что хаски не может целыми днями безвылазно сидеть в вольере и просто радовать глаз. Хаски не может бегать по участку, на котором нет крепкого забора. То есть вот такие нюансы начинаешь рассказывать, что они убегают без поводка, что они могут душить кур или какую-то мелкую живность. И люди, так скажем, таким образом, 50% наверное звонящих, они просто сливаются. То есть они понимают, что собака не подходит. Точнее я пытаюсь донести все-таки, если условия не подходящие. Если все подходит, если условия подходящие, люди готовы, мы всегда только рады. Мы приглашаем на знакомство к нам на передержку. То есть люди приезжают, гуляют, общаются. Мы рассказываем про собаку все нюансы. Больше 90 ни в чем не виноватых собак, которым не посчастливилось найти своего владельца. Несмотря на все произошедшие с ними плохие события, они радуются приходу людей и в каждом пытаются узнать настоящего хозяина. Они верят, что однажды за ними обязательно придет человек, который не побоится полюбить их и взять за них ответственность. О других интересных социальных проектах, связанных с животными, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok